Добрый вечер, дорогие товарищи! Начинаем занятие в Университете рабочих корреспондентов. Тема занятия «Противоречие научно-технического прогресса на примере атомной энергетики». Ведет занятие депутат Государственной Думы 2-го созыва Владимир Федорович Григорьевич. Пожалуйста. Спасибо. Чтобы понятно было, почему взялся за эту тему, когда попросили. До 1996 года я работал на Ленинградской атомной электростанции. Сначала мастером, потом в последние полтора десятка лет, до 1996 года начальником смены электроцета. То есть всю работу атомной электростанции как живого организма пришлось изучать в течение этих многих лет. И вообще в энергетике с 1964 года мальчишка еще пошел работать. Я лекцию начну немножко, чуть-чуть, как бы с предыстории. Вот то, что происходит в атомной энергетике, происходило, это ведь присуще не только именно атомной энергетике. Это вообще присуще всей экономике. В частности, как части экономики, это топливное энергетическому комплексу. И его составной части электроэнергетики. Вы знаете, возьмем, если наш город, то есть на примере Петербурга, Петрограда, Бенграда, то об этом городе когда-то было сказано, что это экономический гигант, промышленный, среди экономической пустыни. Соответственно, он немножко так и формировался. И вот представьте себе, здесь скапливалась большая мощь государства, рабочий класс, предприятия и прочее. Но сюда нужно было ввести сырье и топливо. Сырье – это, можно говорить, металлы и прочие товары, необходимые для изготовления продукции. И самое главное – необходимо было ввести большое количество топлива. До революции основным видом топлива у нас было что? Дрова на предприятиях и потом, в XIX веке, появился каменный уголь. Так вот, сюда каменный уголь вез, вот как вы думаете, откуда везли его в первую очередь? Он не из России был. Донецкий бассейн еще только-только разрабатывался. Когда Петербург попадал в определенную зависимость от Великобритании, особенно когда, ну, конец XIX, начало XX века, это знаменитый английский кардивский уголь. Это все котельные, заводы использовали этот уголь, в том числе и военно-морской флот России, ну, Балтийский флот. Вот когда началась Первая мировая война, вот Питер и попал в такую топливную ловушку, когда Запада уголь не везли, свои дороги были перегружены для работы фронта, и нужно было срочно разрабатывать Донецкий угольный бассейн, чтобы там открыли шахты и везли уголь сюда, в Питер. Ну, дальнейшее я не буду говорить, то, что был топливный кризис. То есть, такая же картинка продолжалась сразу и после Гражданской войны, когда дороги были разрушены, изношено все, донецкие шахты были затоплены. И что питерские большевики во главе с Сергеем Мироничем Кировым сделали? Это первые обратили на альтернативные источники топлива. Это сланцы и торф. Вот поэтому одни из первых предприятий, которые были построены, это вот наша знаменитая в Кировске ГРЭС-8, которая на торфе долгие годы работала, и сланец. Но вот здесь тоже уже противоречие. Торф, как ценное сырье, органическое, расходовался на выработку электроэнергии. Сланец, он тоже хорошее топливо, но, к сожалению, обладает повышенной зольностью. То есть в каждом виде топлива есть свои изъяны. И вот это противоречие продолжалось очень долго, до открытия крупнейших месторождений нефти и газа, когда предприятия электростанции стали переходить на нефть и газ. Но это тоже при известных преимуществах, и сейчас эти приличные преимущества. Но есть одно такое присущее электроэнергетике качество. Это расход топлива на произведенный киловатт-час. В электроэнергетике применяется термин такой условно-тонноусловного топлива. То есть это приводится к единому знаменателю, все виды топлива. И, исходя из этого, делается калькуляция, сколько конкретного топлива расходуется на выработку одного киловатт-часа. Так вот, довоенное время на выработку киловатт-часа использовалось порядка 380 грамм топлива. Ну, неважно, это сланец, мазут, дрова, уголь. Ну, вот это обобщенное условное топливо. Послевоенные 50-е годы в связи с большой программой модернизации совершенствования электроэнергетики на выработку одного киловатт-часа стало вот снижение такое было с 380 до 310 грамм. А что это означает? Вот представляете, в станции, вот, допустим, один блок, миллионник, он в час потребляет. Посчитайте, сколько, если 300 грамм, грубо, на выработку одного киловатт-часа. Это 300 тысяч килограмм или 300 тонн в час. Это эшелон целый. Вот, и это основное противоречие электроэнергетики на органическом, да и минеральном сырье. Большие объемы производства электроэнергии требуют больших объемов топлива. Представляете, миллионы тонн для каждой электростанции в год. Ну, а мы видим, не только Ленинград, не только Москва, но и многие другие города находились на приличном расстоянии от центров топливодобычи. Ну, у нас Кузбасс, Донбасс, там вот Печорский угольный бассейн. Представляете, сколько нужно было ввести топлива, чтобы сжечь его здесь, на электростанциях. А почему именно здесь? Там, где центры потребления, по всем характеристикам в энергосистеме, нужно держать электростанции, которые системообразующие. В частности, у нас здесь крупные электростанции, такие как Красный Октябрь, Уткино-Заводь, значит, довольно приличная электростанция, даже по современным меркам, внутригородская, и многие другие. Упомянутая Волховская ГЭС, это гидростанция, ну и многие другие. Так вот, поскольку большинство было тепловые станции, сюда, как и многие другие города, пригоняли колоссальное количество эшелонов с топливом. Это перегружало железные дороги. И вот здесь на сцену выходит как новое явление – атомная энергетика. То есть, на атомной энергетике, к сожалению, пятно родимое, как бы, при рождении, поскольку энергия атома впервые была использована не для мирных целей, а во время войны. То есть, две атомные бомбы на японские города, сброшенные американцами, в города Хиросима и Нагасаки, оставили черное отметину на репутации вообще атомной энергии. И Советский Союз, понимая, что без атомной бомбы невозможно будет сдержать экспансию американского империализма, вынужден был сразу после войны, и даже в годы войны еще начались работы, отбросить все и любой ценой создать свою атомную бомбу. Она была создана и испытана 29 августа 1949 года. С этого момента вопрос о безопасности стал немножко в другом ракурсе. Но поскольку атомная энергия – это очень, будем говорить, затратная отрасль знаний, военного дела и в целом экономики, то ученые стали подумывать, как бы использовать атомную энергию в мирных целях. И еще в конце 40-х, в начале 50-х годов был разработан проект первой атомной электростанции. Вот я покажу вам здесь книжки, первый и генератор, и турбина, и общий вид, и один из создателей, академик Далежаль. Так вот, скоро исполнится 65 лет с того момента, как атомная энергия стала служить человечеству в мирных целях. 27 июня 1954 года была пущена первая атомная электростанция в городе Обнинск. Ну, я и побывал на этой станции, она крошечная по нынешним меркам, всего 5 мегаватт была. Но, тем не менее, на базе этой электростанции были сформулированы, изработаны, будем говорить, методики использования атомной энергии. В Советском Союзе, я буду говорить в основном о Советском Союзе, попутно о других странах, была сформулирована стратегия развития атомной энергетики, электроэнергетики. И, поскольку типы ядерных реакторов, они разные, то в Советском Союзе было создано несколько атомных электростанций, которые были построены или законсервированы в 50-е годы. Это в 56-м году была разработана специальная программа, по которой начала развиваться, как отрасль экономики, атомная энергетика. Были построены по этой программе Кольская атомная электростанция, там, под Кандалакшей, по Свердловскому, город Заречник, Белоярская атомная электростанция, Воронежской области, ныне город Нововоронеж, там, но Воронежская атомная электростанция, ну, и опытные реакторы были в Ульяновской области, Димитровград потом стал, там, немножко другие экзотические виды, вот. И планировалось у нас под Ленинградом, в Сосновом Бару, тогда еще его и так не называли, это просто был поселок Калище, вот, атомный реактор, мощный, типа водо-водяной энергетический реактор, мощность 100 мегаватт. Но в связи с тем, что здесь вступили в действие не только экономические и технические проблемы, но и политические, к власти пришел, вы помните, такой человек по фамилии Хрущев Никита Сергеевич, который начал экономить экономические реформы, которые фактически стали разрушать нашу экономику. Вы помните, 1957 год, ликвидация централизованного управления в Советском Союзе, то есть ликвидация министерств, и что получили? Мы получили массу советов народного хозяйства в каждой области, в каждом городе, самнархозы так называемые. И эта раздробленность привела к тому, что экономика Советского Союза резко затормозилась. Если многие рассматривают этот период как, ну будем говорить, хронологию выхода Хрущева, то на самом деле экономический вред от его правления был колоссальнейший. Поэтому в 1959 году, помните, был 21-й съезд, где прошла корректировка всех программ, вместо пятилетки семилетка, попытки, будем говорить, преуменьшить потери, скрыть за цифрами реальные трудности, которые возникли в связи с переходом на региональное это вот самнархозовское управление. Это же дело коснулось и атомной энергетики. Было закрыто по этой программе в 1959 году, 13 августа 1959 года была корректировка, и вот по этой программе, по корректировке было закрыто строительство Ленинградской атомной станции, ну и еще нескольких станций. Тогда они не назывались, там было общепринято название. Вот наша станция тогда называлась ГРЭС-16, была закрыта. Вот и так бы под Ленинградом и не возникла бы атомная электростанция, но в 1959 году умирает академик Курчатов Игорь Васильевич. Будем говорить отец нашей атомной бомбы и вообще научный руководитель атомной отрасли. Приходит на эту тему будущий академик Анатолий Петрович Александров. А поскольку он был связан с построением Советского атомного флота, то нужно было где-то найти опытную экспериментальную базу для проверки судовых реакторов для подводных лодок. А поскольку Ленинград – это судостроительные заводы, Ижорский завод – это реакторостроение для подводных лодок тогда, то нашли площадку и был построен полигон для испытания реактора. Ну а, как говорится, поскольку площадка уже была, довольно быстро было всё построено. В 1962 году этот полигон, институт был построен. Ну и место оказалось довольно удачное. Рядом залив, вода, близко железная дорога. То в середине 60-х годов, а точнее в 1966 году, строительство Ленинградской атомной станции было передано из системы Минэнерго в систему Министерства среднего машиностроения, то есть атомщика. И вот с 1966 года начинается биография строительства Ленинградской атомной электростанции. Ну и, соответственно, через несколько лет, в 1973 году, был пущен первый блок Ленинградской атомной электростанции. Я коснулся, что в 50-е годы была нормальная опытно-промышленная эксплуатация разных видов реакторов, в том числе экзотических. Такая же картинка была и везде, во всём мире. Допустим, в Канаде реакторы горизонтального расположения стержней, твелов на тяжёлой воде, ну там многие другие реакторы, корпусные, под давлением, с кипящей водой и так далее и тому подобное. Вот у нас сложилось, в общем-то, два типа реакторов. Это реактор, водо-водяной энергетический реактор, корпусного типа. Второй тип был, это уранграфитовый канальный реактор. Собственно говоря, на этих реакторах впервые получали плутоний для создания атомных бомб. Это первый реактор такой крупный, ну, производственный. Это под Челябинск, ныне комбинат «Маяк». Вот, на котором было получено первое топливо для ядерного оружия. Потом, попозже, появились такие реакторы в Сибири, там, в районе Томска и далее в Сибири, там, Красноярский край. Вот, таким образом, сложилось два типа реактора. Водо-водяные, которые были на Новоронежской и Кольской атомной электростанции. Это, вот, 50-е годы, начале 60-х строительства. И на Белоярской атомной электростанции энергетические реакторы были, так называемые, ну, тогда любили так хитро называть, АМБ, агрегат мощности, или аппарат мощности большой, АМБ-1, АМБ-2. Два блока, они небольшие, там, около 100 мегаватт, в общем, интересные. И на этих всех опытно-промышленных установках шла работа по выявлению, первое, экономических показателей атомной электростанции, конструкционных материалов, материалов для активной зоны. Вот, в частности, мне пришлось быть участником к ликвидации аварии в 76-м году на Белоярке, на Белоярской атомной электростанции. От крупной аварии, такой тяжелой, спасло то, что данный реактор был опытно-промышленным, и там вместо ныне применяемого везде металла циркония в активной зоне, применялся металл нержавеющая сталь, высокого качества. И когда произошел перегрев реактора, то сталь не расплавилась, а только потрескалась, и произошел, будем говорить, выброс газообразных продуктов распада. А то, что температура была очень высокая, говорит о том, что тот момент, что образовался корбит урана. То есть это элемент, образующийся при высокой температуре, по твердости он не уступает алмазу. И чтобы пробурить графитовую кладку, пришлось ломать не одну алмазную коронку. Это в 1976 году. И вот тогда впервые один из инженеров сказал, что вот эта спешка, которая сейчас идет, она может привести к крупным авариям. Приходят люди, которые не совсем готовы к эксплуатации атомных реакторов. Потому что в середине 60-х годов, после определенного застоя, пошла ускоренная программа. После ухода Хрущева пришел Брежнев, и была развернута обширная программа строительства атомных электростанций в Советском Союзе. Это наша Ленинградская атомная электростанция, Смоленская атомная электростанция, Курская атомная электростанция, та же Ново-Воронежская, где еще один мощный блок стал строиться. В общем-то, это вот у нас в Российской Федерации, РСФСР. Картинка была такая же примерно и в других республиках. В Армении была построена атомная электростанция, блоки ВВР, подобные Кольской атомные. И на Украине. Там было тоже несколько электростанций, которые сооружались, ну, уже экономика Советского Союза позволяла такую обширную программу выполнять. Это Южноукраинская, Ровенская, Кмельницкая, Запорожская и Чернобыльская электростанции. Вот в чем смысл всего, что вот противоречие. Казалось бы, и оборудование более-менее приличное, да, и материалы уже были выбраны, будем говорить, с экономической точки зрения более подходящие. Но цирконий – это элемент, который, будем говорить, мало поглощает нейтроны, бесполезно. То есть, реакция идет нормально. А вот, допустим, нержавеющая сталь, там высокий коэффициент поглощения, то есть, ну, КПД падал. Хотя на перегреве, там, на перегреве пара, нержавеющая сталь была великолепна. И вот, эти электростанции стали строиться ускоренными темпами по всему Союзу. И не только в Советском Союзе. Франция перешла на ускоренное развитие атомной энергетики. В зарубежные наши страны, допустим, страны Совета экономической взаимопомощи, это Болгария, Козлодуй, ПАКШ, Венгрия, в ГДР пару блоков было. Ну, то есть, начали строиться ускоренными темпами электростанции. Но человеческое сознание не успевало за сложными процессами и проблемами в атомной энергетике. И в простой этой энергетике масса проблем была. А здесь была куча проблем. И вот, я помню инженера, этот старый опытный, который в момент основания и работы электростанции сказал, ребята, вот смотрите, вы работаете, вот нельзя перескакивать со ступеньки на ступеньку и в должностях, и в работе, чтобы до конца не осознать всю важность и ответственность безопасности, безаварийности работы атомной электростанции. Ну, а что получилось у нас в стране? Если в Российской Федерации еще были атомные электростанции, и вы видите, как бы, персонал менялся, переводился с одной атомной станции на другую, была построена на Чукотке Билибинская атомная электростанция, персонала хватало, то на Украине не было опытно-промышленных атомных электростанций. Там сразу, как-то вот с начала 70-х годов, сразу пять электростанций, и представляете, какое было пополнение большое новобранцев, мы будем говорить, для эксплуатации атомных электростанций. Не только эксплуатации, строительства, монтажа, проектирования. То есть, это был бурный взлет. Казалось бы, можно было радоваться, но стали возникать в стране вот некоторые такие негативные моменты, когда не все осознавали работу столь ответственную, как жизненная креда. Это касается не только персонала атомных электростанций. Вся электроэнергетика должна была перестраиваться. Потому что основной принцип работы ядерных реакторов, в частности атомных электростанций, это работа в базовом режиме. Если вот запустили, допустим, блок миллионник, то он должен по возможности на миллионе работать круглосуточно, вне зависимости от пиковых нагрузок или провалов в системе. Когда утром все на работу, предприятия работают, что не хватает электроэнергии, а ночью предприятия, кроме предприятия непрерывного цикла, останавливаются, там спад до 40%. Вот эти вот пики и провалы для атомной энергетики неприемлемы. И поэтому было принято решение, оно почти законодательное, по крайней мере в энергосистемах, что атомные блоки работают в базовом режиме. Таким образом, было за счет организационных вот этих вот эксплуатационных мер повышена безопасность станции. Но энергосистема Советского Суиза росла очень большими темпами приходили разные люди и на тепловые станции, и на гидростанции, и на атомные. И, ну, будем говорить, метод персонального отбора, к сожалению, уже, ну, будем говорить, был трудноприменим. И специалисты, которые не совсем достаточно понимали важность работы атомной энергетики. ведь, понимаете, когда электроэнергетика развивается такими бурными темпами, то электроэнергии все нужно больше и больше, потому что на базе электроэнергетики в целом топливно-энергетического комплекса развивается экономика и потребление как на производстве, так и в быту электроэнергии. И вот в середине 70-х годов, в общем-то, уже почти сложился более-менее опытный персонал. Но вот этот рост привел к тому, что на последующие блоки атомных станций приходили менее подготовленные люди. Не в том плане, что их плохо в институтах или в техникум учили, но дело в том, что психологически не были готовы. Ну, это как вот летчиков. Есть летчики-испытатели или летчики-асы, есть рядовые летчики, не всегда понимающие то, что можно, чего нельзя делать. И атомная энергетика, в общем-то, уже была достаточно мощной, если она была в балансе энергосистемы порядка 17%. Ну, согласитесь, что столько блоков-миллионников это уже качественное явление. Ну, и здесь возникла другая проблема. Ну, как мы говорили, вылет блока по какому-то аварийному случаю приводил к большим потерям в экономике. Ну, если вот так сказать, то остановка блока на один час миллионника приводила к экономическим потерям миллиона рублей. то есть один киловатт мощности, который вылетал из работы в энергосистеме, приносил убыток ежечас на рубль. По тем временам это колоссальные деньги. А здесь есть очень такой хитрый момент в работе атомных электростанций. Собственно говоря, это многих энергопредприятий. Вот в чем состоит. Первое, это на атомных реакторах на ядерных реакторах на атомных электростанциях есть остановка. Есть такое понятие, как йодная яма. Когда реактор работает, остановился, то баланс между выработкой шлаков и будем говорить вредных изотопов и их выгоранием под действием нейтронов нарушался. То есть нейтронного потока нет, а шлаки и все эти отравляющие элементы распада остались и они дают возможности поднять мощность реактора. Нужно выждать определенные моменты. И вот в этом состоит опасность. Почему и была рекомендация работа в базовом режиме. Чтобы вот этот дисбаланс как можно меньше и реже нарушать. И вот такие моменты бывали. Собственно говоря, несколько аварий считаются проектными. Но это несущественно влияло на работу. И второй момент это он очень важен для работы крупных блоков вообще электростанций. Понимаете, мы имеем дело с крупными объектами, с гигантскими трубопроводами, турбинами, котлами, где происходит нагрев металла до больших очень величин. Ну, в частности, на обычной тепловой станции одно время даже 500 градусов была температура. Обычной температурой нагрева котла, труб, металла и давления было достигнуто на крупных тепловых станциях уровень был достигнут 240 килограмм давления. Представляете, это какое страшное давление. Ну, на атомных станциях особенно реакторы ВВР, там и РБМК там поменьше 60 атмосфер давления, но все же это очень большое давление. И вот после остановки блока, когда блок остывает, чтобы его поднять, нужно выравнивать температуру, а технические регламенты, они очень строгие к этим моментам. То есть нагрев трубопроводов не выше 10 градусов в час. Вот, представьте себе, остановился блок, температура упала, значит, чтобы вывести его на пуск, нужно вот 24, а то и больше часов, в зависимости от обстоятельств, прогревать. Это тоже говорит о том, что не так просто, это не такие быстроходные с точки зрения включения в энергосистему, как гидроагрегаты, где в течение двух минут там дизельные электростанции 40 секунд или газотурбинные установки, там тоже очень короткое время, десятками секунд, и она уже готова к включению в сеть. То есть нужно было понимать не только с точки зрения, мы будем говорить обычной рядовой эксплуатации работы атомной электростанции, но и вот в таких ситуациях. К сожалению, не все же это понимали, поскольку просто времени не хватало пройти несколько циклов, чтобы осознать все эти вещи. Ну, моменты остановок, пуска, работы в аварийных режимах. Ну и к сожалению, вот эта ситуация проявила себя в первую очередь на Чернобыльской атомной электростанции. Слишком много было там людей, которые не совсем представляли, что это означает работать на атомной электростанции. Это было в апрель месяц, конец, на Украине весна, пора копать сады, огороды, и, знаете, немножко вот это повлияло на ситуацию. А сам факт первопричина очень простой. Поскольку на ядерных реакторах существует такое понятие, как тепловой выбег, ну, то есть блок останавливается, а ядерный реактор еще имеет остаточное тепловыделение, и вот, чтобы реактор сам не перегрелся, нужно в течение нескольких часов охлаждать принудительно, чтобы прокачивать теплоноситель через активную зону. Ну, а если полностью обесточение системы, нечем прокачивать, для этого применялись разные принципы, в том числе и, допустим, в баллонах под большим давлением воздух, и резервуары, когда происходит аварийное срабатывание, вскрываются мембраны, и воздух под большим давлением выталкивает воду в активную зону, и так называемые башни молчания, где пар выбрасывается, и вот сплит, будем говорить, тушат всю эту энергию, превращая пар в воду. И в том числе экспериментально, точнее, теоретически были предложения вырабатывать электроэнергию на атомных электростанциях за счёт называется выбега, инновационного выбега крутящихся масс турбогенераторов, ну, когда там большой ротор турбины и генератора вращается, можно получить какое-то время, несколько минут электроэнергию. И теоретически это было, в принципе, всё понятно, но натурно-экспериментальные эти действия никто не проводил. Все понимали, ну, достаточно сложности, ну, небезопасность на действующем оборудовании. И тем более, что это была уже эпоха, когда все эти испытания можно было проводить не обязательно на натуре, можно было рассчитывать на электронно-вычислительных комплексах, на машинах все эти программы и получить результат. Будет или не будет это польза и прочее. Ну, вот там пошли на это дело. И я не буду останавливаться подробно на Чернобыльской, если хотите, в любом, так сказать, в журнале, посвященном тематике, она подробно, эта ситуация рассказана. Короче говоря, во время этого эксперимента произошел тепловой взрыв на атомном реакторе четвертого энергоблока. Это произошло вот 26 апреля. Я могу только одно сказать, что очень много проблем было и с диспетчерами, и с собственным персоналом, но, на мой взгляд, самое главное, что было недостаточной дисциплинированности тех, кто проводил этот эксперимент, а самое главное, потеря руководящим персоналом атомной электростанции контроля за этим процессом. Если бы все правила соблюдались, скорее всего, бы ничего не было. Но так получилось, что контроль был утерян, эксперимент вместо одной смены проводился в течение трех смен с перерывами. В результате реактор пришел, ну, будет быть, недостаточно корректное состояние, о нем толком уже никто не знал, потому что и проваливались в йодную яму, и поднимали как мощность, и в результате полностью никто не представлял состояние реактора, хотя догадывались многие, в том числе и последний оператор, который нажал кнопку АЗ-5, аварийной защиты опять, стержни пошли вниз на остановку реактора, вместо останова произошел тепловой взрыв. Так что здесь вот эта вот авария послужила большим уроком для всех, чисто таком, вот я из журнала вот такая картинка, да, вот снимок с вертолета, вот как выглядел реактор через несколько, может суток, может часов после аварии. Вот, а как прошелся радиоактивный след над странами Европы, вот это показано, вот отсюда с Украины прокрутился, промотался над Европой, и радиоактивные осадки выполнили. Но это вот отдельная тема, я не хочу на ней останавливаться, потому что она довольно серьезная, это и человеческое поведение, и прочие аспекты вот этой проблемы, поведения людей при крупных техногенных катастрофах. А вот последствия были очень серьезными в целом для научно-технического прогресса. Первое, резко была свернута работа во всех странах по запуску атомных электростанций в эксплуатацию. Будем говорить, общество было напугано последствиями Чернобыльской атомной катастрофы. Дальше, к чему это привело? Ряд государств полностью отказались от применения атомной энергии. Ну и в последние годы, ну я не буду перечислять, где отказались от применения атомной энергии. В частности, возьмем последние несколько лет после аварии на японской атомной электростанции Фукусима, Германия полностью отказалась от применения атомной энергии. Ну это пока, конечно. Чтобы тему закончить про аварии, были крупные аварии не только у нас, вот я говорю, на Белоярской был такой серьезный инцидент, Чернобыльская атомная электростанция, до Чернобыльской в 1979 году, кажется, был очень серьезный инцидент, крупная авария в Америке, это Тримайланд электростанция там тоже очень серьезная была, с большим заражением радиоактивным окрестностей. Ну и последний случай, это март 2011 года, это в результате землетрясения и цунами вышла из строя атомная электростанция в Японии Фукусима с полным погашением и взрывом на четырех реакторах, то есть вся электростанция вышла из строя. Ну говорят, они ее сейчас запускают, но японцы люди замкнуты и широко об этом не говорят, даже экспертов иностранных не очень-то туда приглашают. То есть произошел определенный спад. Тут тем более возникла проблема для атомной энергетики, это разведка новых месторождений нефти и газа, и человечество опять ринулось сжигать природные ископаемые вместо того, что использовать их с пользой. Ну вы понимаете, что чтобы удержать современную экономику, промышленность, да и в целом уровень жизни в государстве нужна масса электроэнергии. Электроэнергия это наиболее универсальный вид энергии, который может потребляться на месте, передаваться тем или иным способом на дальние расстояния, то есть человечество без нее сейчас уже жить не может. Но при этом сжигается, опять же говорю, колоссальное количество энергетических ресурсов, топлива, это и газ, нефть, точнее, ну, остатки нефти, мазута, вот. Дальше всякие другие виды органического минерального сырья, в том числе и сланец, либо в виде собственно порода сжигается, перемалывается и сжигается, либо, как в Америке, взрывают там всякими методами, как называется-то, сланцевые пески, оттуда выкачивают сланцевый газ, и потом передают, разжижают и транспортируют по всему миру, и другие виды органического минерального топлива. И дрова, кстати, не потеряли своей, так сказать, универсальной возможности, потому что это экологически, в общем-то, чистое топливо, но он не может применяться в гигантских размерах на заводах, там и прочее, это индивидуально, в печках, но тем не менее, это используется, и вот таким образом, уже после Чернобыля, считайте, три с лишним десятилетия прошло, а человечество так и не определилось толком, как быть с атомной электроэнергетикой, развивать её или отказаться, но все понимают, что развивать это надо готовиться серьёзно, а развивать это готовить персонал, промышленность, в первую очередь, энергомашиностроение и так далее, и тому подобное, отказаться, а где взять электроэнергию? Вот здесь сразу интересный вопрос затрагивается, ну, вы знаете, из жизни ушёл недавно академик наш, ленинградский Жорес Иван Шалфёров, я с ним несколько раз беседовал, но он, в общем-то, в основном-то прав, то есть, он говорит, будущее за солнечной электроэнергетикой, то есть, заставим солнечными панелями всю Землю и будем получать дешёвую энергию. Всё, в принципе, правильно, только не учитывается одно пока, чтобы в промышленных масштабах, вот таких, сопоставимых с применением энергии в народном хозяйстве, имеется в виду промышленность, транспорт и прочее, давайте посчитаем просто, значит, КПД современных солнечных панелей где-то 20%, там, ну, самые лучшие, может, 30 ещё достигают. Ну, а на нашей планете, в самые, так, жаркие страны, солнце, когда падает, мощность солнечного потока это порядка 250 ватт на квадратный метр, то есть, даже в Африке, в солнечных местах, с квадратного метра можно снять 50 ватт мощности, чтобы получить один киловатт нужно иметь 20 квадратных метров, а чтобы один миллион киловатт получить, посчитайте, 20 миллионов квадратных метров площадь, то есть, это нужно полпланеты с солнечными элементами преобразования энергии солнца в электроэнергию, но это, так сказать, площадь, а дальше методы коммутации, потому что солнечная панель это низковольтное устройство, значит, нужна коммутация между панелями, чтобы повышать напряжение для возможности передачи на дальние расстояния, ну, процесс преобразования в переменные, токон-решет, в принципе, инверторное, это существует, всё, вот, но это возникает, собственно, сами панели маленькие, лёгкие, а всё оборудование будет занимать очень большой объём, вес и сложность, то есть, здесь возникает определённое противоречие, вот, ну, понятно, что Алфёров, он всегда, ну, в общем, правильно мыслил, но он повторяет в какой-то степени, ну, мысли своего учителя, нашего великого земляка, первого директора физико-технического института Абрама Фёдоровича Йоффе, который, вот, и был, как бы, ярым поклонником этой идеи, что фотоэлементы преобразуют нашу жизнь, ну, посмотрим, потому что для больших объёмов получения электроэнергетики, это очень сложный процесс. На другой точке зрения придерживался тоже наш земляк, бывший кронштадтец, академик Пётр Леонидович Капица, который в докладе, посвящённом 250-летию Академии наук, обосновал, что нам необходимо концентрированная выработка электроэнергии больших мощностей, в том числе и атомной электростанции. Ну, разные поклонники, приверженцы вот этих двух направлений сражаются. А вопрос-то существенный, научно-технический прогресс вывел человечество на новую ступень, ну, мы просто не можем себя представить без всех электронных устройств, без компьютеров, без быта, где потребляется в гигантских количествах электроэнергия. И что будет, если наступит момент, а он, в общем-то, уже исчисляется не столетиями, не десятилетиями, когда возникнет вопрос. Ребята, а газ и нефть кончаются? Чего делать-то дальше? Правильно. Но есть два момента. Ещё есть запасы каменного угля. В общем-то, они гигантские, но уголь, это дело такое, у нас только, собственно говоря, в нескольких странах и в некоторых бассейнах применяется открытая добыча угля. В частности, допустим, Кемеровская область, разрезы там большие, снимаются верхние слои почвы, и роторными экскаваторами загружаются составы. Там колоссальное количество угля, открытым способом, дешёвые, и прочее. Но возникает вопрос, уголь-то сжигать всё равно. Это что? Помимо СО2, это колоссальные выбросы всего того, что хранилось раньше в Земле. А вот атомная энергетика, она имеет одно несомненное достоинство. Первое, это малый объём. Один килограмм урана, это эквивалентен трём миллионов килограммов каменного угля. Ну, примерно так. Вы сами понимаете, один килограмм или один эшелон 50 вагонов. А второе, несомненное, достоинство атомной энергетики, это суть в чём? Все тепловые электростанции, помимо того, что сжигают топливо таких гигантских объёмов, они ещё один вред наносят, они сжигают кислород. Понимаете, в атмосфере уменьшается количество кислорода, а ведь на планете растений, которые вырабатывают наше настоящее время кислород, всё меньше и меньше. То есть, мы можем оказаться в такой ситуации, когда будет понижение кислорода в атмосфере Земли. Это тоже. То есть, достоинство, что атомная энергетика не имеет такого негативного момента, как сжигание кислорода при выработке электроэнергии. Да, она, как и остальные виды тепловой энергетики, загрязняет атмосферу чем? Или планету Земля, тепловое загрязнение, потому что КПД атомных электростанций, как и остальных электростанций, не может быть выше определенной величины процентов. 30-40 процентов на самых лучших. Ну, это теплофизика. То есть, знаменитые учебники об этом говорят, термодинамика и так далее. От этого избавлена только электроэнергетика гидростанции. Они ничего не сжигают, особого вреда от них нет, то есть, никакой радиации, ничего, но от них какой вред? Когда маленькая электростанция, это одно. Первая электростанция, там, американцы построили, 5 киловатт, один дом освещался. А теперь возьмите наши крупные электростанции на Волге, на Енисее, там, на Ангара, что там еще дальше у нас. В Америке крупные электростанции, там на 1 киловатт установлены мощности, есть такой нехороший показатель, это площадь, которая вместо обрабатывания земли занимается водоемом водохранилища. Поэтому не случайно первые электростанции были на равнинных реках, там, когда электроэнергия была дорогая, и шли на все, чтобы получить ее поближе к центрам потребления. Но потом параметры ужесточались, ужесточались, и, грубо говоря, гидроэнергетики полезли в горы, там, где зеркало водохранилища небольшое, зато перепад высот громадный, в качестве примера можно привести вот в Советский гидростанция в Таджикистане, Рагунская, я уж не помню, там сколько сотен метров, по-моему, под 300, высота плотины. Все хорошо, но только недавний пример, несколько лет назад, такая же почти, что Саяно-Шушинская, вспомните, что произошло, в результате дефекта одной шпильки вырвало колесо турбины, и вода хлынула со 100-метровой высоты, и затопила мгновенно, в течение нескольких минут, машзал, вся электростанция вышла из строя. Тоже, а если что-то такое похоже на войну, или военный конфликт, или диверсию, взрыв, гамбы, последствия ужасающие. Вот недаром в начале года наши саперы быстренько работали в Сибири природные оползни ликвидировали, дали возможность, потому что затапливалось всё ниже, если бы прорвало даму, но если бы она сразу прорвала, то там бы всё смело. То есть, это тоже противоречие, то есть, нет ни одного вида электроэнергетики, который бы был, проще говоря, белый и пушистый. Где-то есть свои негативные моменты и недостатки. И последнее, которое в атомной энергетике, значит, есть возможность уменьшить вот все эти негативные такие моменты для атомной энергетики. В Советском Союзе уже были разработаны правила и уже начаты были работы. Это работа атомной электростанции в тандеме с гидроаккумулирующей электростанцией. Но суть идеи была простая. Ну, если есть пик нагрузки и есть провал, ну, давайте, атомная электростанция будет работать в базовом режиме, и там, где провал ночью, атомная электростанция будет вырабатывать электроэнергию, которая пойдет на эту гидроаккумулирующую, у которой агрегаты будут работать в режиме насосов. И там два бассейна, верхний и нижний, из нижнего бассейна воду будет перекачивать в верхний бассейн, ну, то есть, тратить электроэнергию, верхний бассейн заполняется. Утром, когда возникает пик нагрузки, атомная электростанция все равно также работает в базовом режиме, а для погашения пика электроэнергии будет вырабатываться на гидроаккумулирующей, включатся турбины, генераторы запустятся, и вода будет срабатываться и даст топ-сети. Конечно, будут потери, то есть, закачать воду, это тоже нужно использовать электроэнергию, КПД уменьшится, но это минимальный вред. И таких гидроаккумулирующих станций, точнее, тандемов, должно было быть несколько. В частности, для того, чтобы компенсировать все эти провалы, в частности, Московской области в районе нынешнего городка, ну, где Тройска, Сергия Лавра, да, Сергия Посад, там была построена гидроаккумулирующая станция, которая, в принципе, работает и сейчас довольно надежно и хорошо. В Прибалтике в тандеме с Игнолинской гидроаккумулирующей Сигнолинской атомной станции была в Литве гидроаккумулирующая станция, это на полпути между городами Вильнюс-Каунас построена частично запущена Кайшадорская гидроаккумулирующая станция, которая до сих пор тоже работает, но она не совсем сейчас эксплуатируется в полном объеме, потому что общественность Литвы поддалась вот этой панике и полностью остановила и вывела из эксплуатации Игнолинскую атомную электростанцию, 3 миллиона киловатт установленной мощности, это очень самые были мощные блоки, полтора миллиона киловатт. Так что вот противоречия научно-технического прогресса, это и материаловедение, это и машиностроение, это и собственно говоря работа энергосистемы, это все накладывает отпечаток на атомную энергетику. И последнее, вот сейчас наши, будем говорить, руководители Росэнергоатомов, будем говорить, слишком похвалятся тем, что у нас строятся новые блоки. Вот я взял специальную книгу, несколько лет назад вышла, вот здесь показано, где должны были строиться по нашим проектам, нашими организациями атомные электростанции в мире. Так вот, прошло несколько лет, в связи с изменением экономической и политической ситуации в ряде стран, проекты уже положены в долгий ящик. Это тоже противоречия, которые влияют на работу атомных комплексов. В частности, допустим, в Китае, если первые китайские две электростанции, точнее, два блока, были построены ещё по советским проектам, ну, уже в конце 90-х, в начале 2000-х годов, это был полный комплект. То есть, реактор, турбина, генератор и прочее оборудование, это всё было российского производства. Два. То теперь, к сожалению, уже Россия в Китай поставляет всего лишь реактор. Турбины и генератор уже китайцы сами производят. А китайцы одна из немногих стран, которой вынуждена, но работают на развитие атомной энергетики. Почему? В Китае нет никакого большого объёма топлива, кроме как каменного угля, но он залегает на очень больших глубинах и там систематически происходят очень серьёзные аварии с гибелью большого количества людей. Поэтому китайцы по двум причинам. Первое, большое количество тепловых станций на угле это экология, что в городах невозможно дышать, а второе, вот это вот большие жертвы, они переходят на атомную электроэнергетику. Они развивают своё энергомашиностроение. Я не буду останавливаться на этом, потому что уже время кончается и последнее. Вот, чтобы понятно, тот объём энергии, который сейчас производится, если бы был только на, допустим, на угле, то этот вариант тоже просчитывался ещё в 50-е, 60-е годы. Так вот, от Кемеровской области, от Кузбасса через Экибастуз и в Европейскую часть Советского Союза планировалось построить параллельную углевозную железную дорогу, чтобы перевозить уголь для питания электростанций в европейской части страны. Смотрите, насколько серьёзная проблема была. То есть, это противоречие между уровнем технического прогресса экономической ситуации, ну и потреблением. И последнее, что я хотел сказать. Сейчас ситуация, к сожалению, тоже. Ряд электростанций выведены из эксплуатации и в европейской части доля атомных электростанций, к сожалению, выросла слишком высоко, до 40% от мощности электростанций в европейской части. Это, опять же, негативно, станции не могут работать в базовом режиме, потому что не хватает компенсирующих мощностей ни газотурбинных, ни парогазовых электростанций, и гидростанций. Тут другая ситуация, но, тем не менее, их не хватает, чтобы работать. Поэтому вот эти противоречия, они накладывают отпечаток на развитие атомной энергетики. и при нынешнем правительстве, я сомневаюсь, что в ближайшие десятилетия грамотно будет развязан этот узел. Баланс найден между развитием электроэнергетики, в частности, атомной энергетики, и всеми этими проблемами, которые возникают уже частно. Чтобы их решать, нужно быть не только адвокатом, юристом или экономистом, нужно быть и грамотным государственным деятелем. И желательно таких побольше. Так что, я думаю, понятно проблемы атомной энергетики, которые вам обрисовал. Давайте вопросы тогда. Вопрос на список. Во-первых, по-клогу. Вопрос не последовал, а у Денис на общественный выступ. Нужен ли научно-технический прогресс современному обывательству? себе на рынке все есть. Товарищ Чижевский спрашивает. На рынке все есть, да? Но обычно, когда, знаете, когда человек сидит на обрыве, что-то там делает, ему говорят, сейчас вот эта вся часть земли свалится в реку, он не верит. А потом, когда все это валится, тогда ах и охи. И многие обыватели не понимают, что для того, чтобы снабжать человека электричеством, вот лампочка, компьютер, мобильный телефон, электроплита, нужна колоссальная работа всей экономики всего общества. Если не заглядывать вперед, то можем прийти к такому состоянию, когда все отключится и собрать будет невозможно. Тогда уже охать и ахать бесполезно будет. А многие живут, к сожалению, в таком режиме. Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь. Есть записавшиеся на выступление. Иванов Владимир Константинович, пожалуйста. Вопросы закончились. Сейчас на порядке. Уважаемые товарищи, Владимир Федорович нам представил очень стройную картину единство, противоположность и существование, причем неустранимое существование противоречий. Но он коснулся тех противоречий, которые определяются естественными причинами. Невозможно себе представить тепловой электростанции без противоречий, которые нас одержат и атомной, и гидравлической. И это нам он очень хорошо распознает. Я же хочу коснуться противоречий рукотворных, которые нынешним руководством России вопреки острым необходимостям нашего народа создаются. Вот несколько цифр. Я опираюсь на экономические журналы и пользуюсь теми цифрами, которые они приводят. Недавно я выступал с активом перед активом Российской Коммунистической Рабочей Партии, нашего Ленинградского Комитета. Но сейчас я лишен возможности все пересказать, а наиболее яркие моменты я все-таки товарищу доложу. В отношении нефти. Нефти в 89-м году мы отправляли на экспорт всего 27%. В 2017 году мы отправили на экспорт 74% добываемой нефти. Примите во внимание следующие обстоятельства. В Ленинграде остановлен, как всем известно, завод, производивший станки крупного большого размера это завод им не сверлил. В то же время в 2017 году было закуплено станков за границей 800 на не буду цифры, ладно, оставим. Контраст с нашим производством станков в 300 раз больше по стоимости, чем произвела станков России. На закупку этих станков за границей, да, вспомнил цифру, 840 тысяч станков, было затрачено миллиард долларов. этот миллиард долларов был получен за счет продажи за рубеж 2 миллиона тонн нефти. Возникает вопрос, а что нефть у нас безбрежное море? Нет, нефть у нас в обозримом будущем заканчивается. заканчивается. Специалисты говорят, что нефти нам хватит на ближайшие 25-27 лет всего при нынешних размерах ее добычи и экспорта за границу. но наживаются господа Миллер, да, наживается господин Сечин, разрабатывается добыча природного газа, кемал, трубопроводы по дну Черного Малтийского моря, и как говорится в ус они не дуют им хорошо возникает страшное противоречие. Я думаю всем понятно. И второе, что меня как русского человека очень взволновало и обеспокоило. Товарищи дорогие, за последние годы 30 лет из Малого, да, вымирает наш русский народ. Если нас было в 89 году 120 миллионов в пределах Российской Федерации, то в 2017 году, в 2018 вернее году нас осталось всего 103 миллиона. Было 120, осталось 103. Чем восполнены вот это овыль 17 миллионов русских мигрантами, не русских национальностей 20 миллионов мигрантов. овыль 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 минуту, к сожалению, я не исчерпал еще. И вот возникает вопрос. Почему? А потому, что царит бедность. За 17 год 21 миллион 400 тысяч бедняков. А что такое бедность? Это невозможность физического воспроизводства человека и его трудовой работоспособности. Поэтому ранняя смертность, поэтому бездетность, малодетность, поэтому уголь российского населения. Вот оно, противоречие, которое создает руководящий слой, который создан это противоречие неприродными силами, о которых говорил Владимир Федорович, и которые вполне нам понятны, а руками человека. Остальное я думаю. Спасибо. Егор Иванович и Лёв. Уважаемые товарищи, на лекции была поднята очень интересная тема в начале, как Хрущёв со своей шайпой скатывал в Советский Союз капитализм. Я хотел на этом моменте подробнее остановиться. Как известно, до 1953 года генеральной линии в плане сельского хозяйства существовал так называемый Сталинский план преобразования природы. Что он из себя представлял? Высаживались многолетние насаждения, которые защищали посевы от суховеев, ветров, которые разметали посеянные зерна в разные стороны. То есть происходило что? Интенсивное развитие сельского хозяйства. Что произошло после 1953 года, когда Хрущёв сразу начал свою погубную деятельность? Начали вырубаться лесополосы, начало губиться все то хорошее, что давало огромные результаты в период, когда Сталин был еще жив. А что на место этого пришло? Хрущёв предложил перейти на освоение целинных и залежных земель. И надо сказать, в первое время они дали огромное плодородие. Они помогли, ну, они составляли примерно 50% от всей сельскохозяйственной продукции, давали они продукции. И чем это все в конечном счете обернулось? Во-первых, все было начато без всякой подготовки, потому что до этого никто курс, естественно, менять не собирался. Все были согласны с тем, что сельское хозяйство должно развиваться интенсивно. А что произошло потом, после перехода на целинные земли? Выбиралась парана, которая была такой глубины, что в этих землях в Казахстане взракляла землю так, что она взраклялась вместе с глиной. И там ничего в конечном счете не росло. В итоге 1961 году, к тому самому, когда была отменена диктатура политориата в программе партии, к этому году целину пришлось свернуть. Она исчерпала себя. Но и что следовало после этого сделать? Если целина была 50% от всей сельскохозяйственной продукции, надо дать помощь колхозам, надо наоборот развивать сельское хозяйство, не водить эти сомно-нархозы, которые все губили, а наоборот в сельскохозяйственные отрасли, в сельскохозяйственные министерства направлять силы, чтобы они... не надо было губить машино-тракторные станции, которые давали техническое обслуживание колхозам, давали им обслуживание техники, которая, когда ее раздали в эти колхозы, она просто ржавела и приходила в негодность. И что в итоге получилось? Производство зерна упало, как и всей сельскохозяйственной продукции. Ну, а хрущевское правительство что сделало, вместо того, чтобы помочь колхозу? Оно начало закупать это зерно из-за государств, которые продавали это зерно. В конечном счете эта глупость, этот маразм, он достиг своего пика в перестройке. Когда Горбачев, когда плясал под утку Рейгана, колхозы давали огромный урожай, но он вместо этого брал и закупал зерно из-за рубежа, и зерно в колхозах просто гнило и приходило в негодность. Вот до чего дошло. Это одна сторона медали. А с другой стороны есть что у нас? Еще промышленность. В промышленности тоже был большой кризис. Необходимо нужно было модернизировать систему производства. Но что вместо этого сделалось? Когда произошел арабо-израильский конфликт, Советский Союз мог, как и обычно, выступить против израильского сионизма, против еврейского национализма, для того, чтобы шантажировать Запад ценами на нефть. То есть страны ОПЕК объявили эмбарго западным империзмом Штатам и тем, кто их поддерживал в этой войне. То есть они были просто империалисты и были на грани Второй Великой Депрессии. Советский Союз мог бы этим воспользоваться и вывозить за рубеж не сырец, не нефть и газ в чистом виде, а переработанную продукцию. Но, как известно, наши оппортунисты искали легких путей, и поэтому за рубеж вывозились не нефть и продукты, а нефть и газ в чистом виде. И в итоге появилась промышленность так называемая нефть и газовая игла, которая опять-таки достигла своего пика, когда перестройку, когда Советский Союз полностью стал зависим от внешней торговли. С одной стороны, закупаем за рубежа сельскохозяйственную продукцию, чем душим свои собственные колхозы. С другой стороны, вместо того, чтобы развивать промышленность, в голом виде отправляем сырье за рубеж. И это, надо сказать, стало одной из главных причин крушения Советского Союза. Спасибо. Владимир Федорович, заключительное слово вам. Я не знаю. Поблагодарить выступающих. Спасибо, конечно, за выступление, но вообще-то тема-то немножко у меня была научно-технический прогресс. на ваш тезис ответить. То, что происходило в 50-е годы, это не новая тенденция. Почитайте выступление Рыкова на 8-м съезде Советов, когда был принят план Горло, когда Ленин выступил с планом, а Алексей Иванович Рыков фактически выступил ему оппонентом. Там примерно так звучало, что России не нужно развивать промышленность, ей достаточно отправлять за рубеж сырье свое минеральное и сельхозпродукты в социалистической там, будем говорить, что в 20-м году это было нереально уже, социалистическая Европа нам пришлет все нам необходимое. Это тезис тот же самый, который сейчас применяется. Запад нам даст все готовое, а мы будем поставлять сырье. Здесь гораздо серьезнее все. Суть в том, что электроэнергетика является будем говорить фактором развития экономики и она развивается, желательно должна развиваться впереди развитие экономики, чтобы экономика не испытывала дефицит электроэнергии как самого универсального вида энергии. А у нас сейчас получается, экономика свертывается, излишек электроэнергии начинают гасить электростанции, сначала мелкие и прочие, прочие. Вот я вам приведу пример, он характеризует. Вы знаете, ведь когда мы говорим, что Советский Союз знал, что будет война и руководство в принципе готовило к страну к войне, ведь было не только дело, что нужно было подготовить армию, флот, новая техника, танки, самолеты и прочее, прочее, нужно было подумать о том, как разместить производительные силы, предприятия, трудящихся на новых заводах в случае эвакуации. И возникал вопрос, в Сибири-то электростанций в те годы абсолютно никаких не было. Ни Братской ГЭС, ни Саяно-Шушинской, ни Устилимской не было, никаких гидростанций, то есть была мелкая промышленность. И у нас были до войны созданы так называемые энергопоезда. Уже первые образцы, там порядка десяти штук уже были готовы, которые и послужили тем источникам электроэнергии, когда завод эвакуировали, а там уже было энергоснабжение, и на этой базе завод первое время работал, а потом строилась эвакуированная либо гидростанция, либо тепловая станция. И таких станций было уже в годы войны, энергопоездов. более ста штук их закупали не по ледвизу, как продавал, ну, продать, а продавала Америка нам. Мы платили за развитие вот этой электроэнергетики времен войны золото, более ста штук, но некоторые пропагандисты это как бы считали, что не патриотично, а так патриотично было все, что необходимо для войны. И тогда применялось все, что необходимо. Так и сейчас происходит. Вы понимаете, вот вы затронули, Валерий Константинович, да, у нас продают за рубеж, гонят нефть, газ, вместо того, что их перерабатывать здесь на месте и торговать нефтепродуктами и прочим. Ничего этого не делается. Правительство за эти десятилетия не выделило никаких ресурсов не только для строительства новых нефтехимических нефтеперегонных заводов, и более того, даже не давало возможности проводить реконструкцию заводов. Вот в частности, несколько лет назад премьер приезжал вот в Кирише на запуск новой системы переработки нефти на этом комбинате. все это корпорация за свой счет, точнее за деньги тех, кто пользуется бензином, керосином и прочее, произвела свою собственную реконструкцию и довела глубину переработки нефти на предприятии до приемлемого международного уровня. Понимаете? Но это с правительством никак не связано. То есть правительство примерно так рассуждает, как рассуждали некоторые. Велик 16. Да, примерно так. То есть сейчас набить карманы, а дальше уже мы забудем про то, что мы граждане России. Поэтому вы правы в том, что не только природные и естественные проблемы развития научно-технического прогресса влияют на развитие вообще общества, но и отдельных его отраслей, как в технике, экономики, так вот в электроэнергетике, частью которой является атомная электроэнергетика. Поэтому ничего удивительного нет, что сейчас мы находимся, я бы так сказал, на перепути. Все думают, что кто-то за нас эти проблемы решит. Найдется умная голова, но там, похоже, умных голов уже не осталось, которые глубоко понимают серьезность экономических и технических проблем. В Советском Союзе, несмотря на многие недостатки, ведь были так называемые отраслевые и региональные балансовые системы, когда подсчитывали, что кому где надо. Понимаете, все это внедрялось, но это, будем говорить, внедрялось тоже не без труда, потому что в Советском Союзе работали силы, которые работали на капитализм, не на развитие социалистического общества. Поэтому все это требует глубокого осмысления, но, к сожалению, наши ученые побаиваются выступать на эту тему. Если, как говорится, вспоминают это только негативное, если хвалят, только аллилуйя, там непонятно кому и что. А первая реакция на то, что Советский Союз, будем говорить, стал существовать, не то, что безбоязнен, но уже мог дать адекватный ответ. Вы знаете, опять же, я обращусь к этой книжке. Вот первая реакция всех тех, кого восхваляют сейчас, белогвардейцев. Вот газета «Русская мысль», парижская, 49-й год. Я прочту, что русская мысль и название «Оружие разрушения у разрушителей». Советский Союз создал атомную бомбу. Вот менталитет нашей белогвардейской эмигрантской печати, он же не изменился. А они же сколько здесь работали и работают. случайно, что ли, некоторые руководители белой эмигрантской, будем говорить, и науки, и всякие Деникины, Иваны Ильины захоронены в Москве с почестями. А в то же время людей, которые действительно создали экономику и вообще наше государство сейчас их имена полощут на всех перекрестках. Так сквозь зубы, когда уж нечего отвечать, все-таки признают кое-какие моменты. Поэтому все дело в понимании политическом воспитании и вообще в организованности трудящихся. Если не научимся смотреть далеко вперед, то будем спотыкаться на каждом шагу. Даже в смысле организации простейшей профсоюзной и прочей работы. Спасибо, Владимир Федорович. Я вот успеваю, можете взять корпорацию Титан-2. Показано, как они начинку реактора загружают. То есть это тоже интересно. Спасибо. Два явления. Первое по поводу следующего занятия. У нас небольшая перестанутка. Тема встречаемся в следующий четверг. Тема занятия о месте России в империалистической части мира. ждет Кучук Владимир Александрович, директор музея Елизарова Хулиановых Стаблина. Второе объявление по поводу посещения трейсера города. У нас плане стоит 1 июня. Это будет суббота. Но на сей момент дата не согласована. Нам какие-то проблемы. Чтобы находиться аккуратно корыта мы зарезервировали на всякий случай 2 июня, воскресенье. Тоже в 11 часов. Окончательно будет известно после 20 мая. Это первое. Второе. Там экскурсия платная. Имейте достаточно. Я опробую. Значит буду держать вас в курсе. Как только будет известно сразу сообщу и сделаем в источнике. До встречи через неделю. Точнее следующей неделе. неделю.